слава украине при этом от полонского друзья мои по поводу помощи из сша на которую многие уже и не надеются но тем не менее когда-то была великая держава поэтому все-таки как-то ну стоит порассуждать будет она или нет и так на самом деле помощь от соединенных штатов украине будет скорее всего решена судьба этой помощи скорее всего будет решена вот сегодня вечером завтра джонсон спикер джонсон вот просто вдумайтесь в ситуацию спикер джонсон едет гражданину трампу гражданину соединенных штатов америки трампа который не занимает никакой должности и после общения с ним проведет вместе с гражданином трампом пресс-конференцию и по всей видимости там будет как раз затронута и помощь соответственно украине и изрядная часть разговора джонсона с трампом которая будет конечно же происходить на ранчо трампа вот представьте себе еще раз спикер парламента соединенных спикер конгресса соединенных штатов америки приезжает к обычному гражданину рассуждать о государственных делах и о помощи международным партнерам которых америка американцы сами назначают себе в союзнике ведь американскую администрацию никто за язык не тянул в то время как белый дом стыдливо вообще в каком-то таком анабиозе находясь находится в другой стороне в вашингтоне и ничего абсолютно не решает и находится вообще я не понимаю там этот байден правит сейчас или не правит или чем он я не понимаю что он делает потому что судя по всему все важнейшие важнейшие решения в соединенных штатах америки давно принимает трамп а байден просто я не знаю что он делает вот честно говорю не знаю его уже тапками забросали хуситы теперь ему угрожают иранцы которые на него тоже все положили все что только можно и я не понимаю вообще кто он и что он и как он как он руководит или не руководит непонятно его не видно короче говоря все решает трамп вот и собственно говоря после решения гражданина трампа будет понятно будет ли помощь украине или может быть ее не будет вообще во всяком случае вот они сейчас спикером джонсоном это решат вот конечно парадоксальная ситуация понимаете если бы это было где-то в глубоко уважаемой мною такой стране как уганда или в очень замечательной такой стране я не знаю как может парагвай или великолепной великолепном государстве типа папуа новая гвинея вот такая вот была бы ну ситуация когда просто какой-то гражданин решает государственные вопросы вместо ее президента или премьер-министра ну в зависимости у кого кто находится у власти ну я бы наверно сказал ну окей да наверно там такие вот такие приколы такая страна знаете несерьезно да вот но когда это происходит соединенных штатах америки когда знаете есть есть гражданин трамп который вообще никто который использует городскую сумасшедшую которую зовут если я так правильно выскажу ее имя мэрджери тейлор грин могу ошибаться в ее имени но это просто тетка помойное ведро которая значит горит на всех на всех перекрестках то что трамп сам не может сказать ну такие на американский аналог жириновского может быть или сегодня медведев медведев площадной дурачок до которые себя выставляют площадным дурачком но тем не менее озвучивает хотелки путина до тайные вот там точно такая же вот это вот это тейлор грин да вот приблизительно такое да то есть вот получается что на сегодняшний день белый дом у них не решает вообще ничего ну так это выглядит по крайней мере со стороны а трамп руками своих шестерок типа джонсона представляете то есть джонсон шестерка гражданина соединенных штатов америки трампа просто обычного чувачка с улицы это 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 позиция великой страны я я не понимаю или вот это вот собачка гавкающая маржер тейлор грин она решает останется джонсону спикером или не останется да и там вот так вот все замешано не хочу расписывать там есть 20 вариантов что может произойти скажу вкратце вот если что трамп скажет то на самом деле и будет если он скажет что оказать помощь украине но она будет оказана но опять в каких в каких же границах даже если трамп согласится на эту помощь понимаете вот этот вот байден который сейчас там занимает должность президента или не за я не понимаю чем он занимается ну вот по крайней мере его там назначили президентом избрали избрали неправильно выразился вот поэтому видимо что-то он там подписывает еще пока что вот он подпишет но будет ли он оказывать эту помощь судя по первым двум годам по чайной ложке по тридцати одному танку то я скажу что ну так возможно возможно все возможно но я отношусь крайне скептически вот то есть речь идет просто о абсолютной деградации абсолютнейшей деградации международной политики соединенных штатов америки о том что неизвестно кто решает вместо американских сенаторов вместо американских конгрессменов а почему именно трамп решает а не какой-то там джон с улицы разбитых фонарей тогда спросите еще у джона там он лежит там под кайфом где-то под забором не знаю какой-то наркоман спросите у него у него тоже нет никаких абсолютно должностей он никакой должности не занимает но спросите у него он скажет вам что делать вы будете делать это выглядит так это было бы это было бы весьма странно даже для такого государства как уганда да вот вот такая вот позиция да ну вот так вот вот так вот да поэтому я вам говорю что в пятницу зависимости от того что скажет трамп будет понятно уже будет помощь или не будет. От Белого дома еще раз говорю, не зависит совершенно ничему. То есть, ну или тут еще, понимаете, это же может быть игра. Это может быть игра между Белым домом и Трампом. Опять-таки, не те не хотят помогать, не эти не хотят помогать. И им надо как-то вот размазать вот эту ответственность между собой за их чмошное поведение. И получается эти кидают на этих, на этих кивают, да. А эти говорят, так это Белый дом не хочет. Это вот они им не помогали, дали им 30 танков, чтобы воевать со страной, у которой там 12 тысяч танков, да. Вот 30 абранцов будет дали, говорит, вот идите в атаку. 30 абранцов, а у них 12 тысяч танков. Зашибись, ура. Все в атаку. Ну, как-то так, да. Вот. А это эти не дали. Только это же Трамп ничего не дает подписывать, понимаете. А кто такой Трамп? А у них вообще никто. Какую он должен занимать? Никакую. Зашибись, да. Вот так вот. Так что, что я могу сказать. По факту помощи будет ситуация ясна уже вот от ОТО. Я, скажем так, ну, может она и будет. Может она и будет. Может ее не будет. Скажу одно. Мы проживем и без нее, конечно же. И слава богу, Европа встрепенулась после вот этих вот сегодняшних, конечно, событий в Европарламенте, когда было заблокировано полностью финансирование Совета Европы из-за неоказания помощи Украине. Вот. Или несвоевременного оказания помощи Украине. Понятно, что Европа встрепенулась. Почему? Потому что, опять-таки, она ближе к фронту. Она прекрасно понимает в случае, что беженцы побегут к ней. А за беженцами уже будет российская орда идти с танками. И воевать придется уже в Польше. Вы что думаете, что Путин остановится во Львове? Вы серьезно так думаете? Вы такие идиоты. Понятное дело, придется воевать дальше. Вот. Уже будете своих детей призывать. Вот. Ну, а Америка показала, что там победил изоляционизм в квадрате. И что, собственно говоря, ну, с ней можно не считаться, поскольку как большой международный игрок она на сегодняшний день с моей точки зрения вряд ли существует. Субтитры создавал DimaTorzok